Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Оно обещает быть длинным, поэтому тайм-кода я оставлю в описании. Прежде чем мы начнем, хочу напомнить, что инвестирование в криптовалюты является рискованным занятием. Многие проекты, даже самые сильные, могут соскамиться и перестать существовать в будущем. Даже биткоин. Поэтому инвестируй с умом и только то, с чем ты готов безболезненно расстаться. Вся информация в этом видео предоставлена в образовательных целях и ни в коем случае не является финансовым советом. Начнем с биткоина. На рынке сейчас мы наблюдаем небольшую коррекцию. Биткоин с 38 тысяч долларов упал до 36. На данный момент, как мы видим на этом графике, он нашел стабильную поддержку на отметке 36 380 долларов. Но если этот уровень не удержится, следующие критические зоны спроса находятся на отметках 34 300 долларов и 30 200 долларов. Почему биткоин сегодня падает? Во-первых, как видно на этом графике, мы подошли к основному уровню сопротивления, который тянется с мая 2023 года. Очевидно, что мы должны еще несколько раз попытаться его преодолеть. В случае успеха рост продолжится. Также, если посмотреть на биткоин-кошельки с балансами от 100 до 10 тысяч биткоинов, то мы можем увидеть, что общее количество монет, которые они держат за последние несколько дней, упало. Конкретно на 60 тысяч монет на сумму 2,2 миллиарда долларов. Это значит, что они либо перераспределяют их по кошелькам с балансами меньше 100 монет, либо фиксируют прибыли на этом росте. Другими словами, киты фиксируют прибыли. У нас есть прямое доказательство этому. На рынке есть несколько правил, которые необходимо соблюдать. Первое правило. 99% криптовалют соскамится. Не инвестируй чрезмерно. Второе. Не оставляй деньги на биржах, если ты не торгуешь каждый час. Третье. Не используй кредитное плечо. И, наконец, четвертое. Всегда фиксируй прибыли. И это то, что делает Кэти Вуд. Кэти Вуд и Арки Инвест продали акции биткоин-траста Грей Скейл на 6 миллионов долларов после того, как биткоин вырос до 38 тысяч. Нужно отметить, что они не продали все. Арки Инвест остается основным держателем GBTC. Так что они просто зафиксировали прибыль на этом росте, а все остальное держат дальше. И это весьма правильное решение. Как я уже говорил, я перестал покупать биткоин совсем. Я покупал его каждый месяц, начиная с 42 тысяч долларов. Вплоть до самого дна. Я перестал покупать тогда, когда биткоин пересек эту 200-недельную среднюю скользящую. Потому что именно нахождение под ней для меня является идеальной зоной накопления. Именно эта точка стала финалом моих покупок. Я куплю биткоин только тогда, когда он упадет на 25 и 40 процентов. Теперь, когда он растет, я собираюсь фиксировать прибыли на росте. Моя стратегия продавать 50 процентов монет каждые. Х2. Например, у меня есть 100 монет какого-то коина, который я купил за 10 долларов. Когда он вырос до 20, я продал 50 монет. Когда он вырос до 40 долларов, я продал еще 25 монет. Когда он вырос до 80, я продал 12,5 монет. Каждое удвоение возвращает мне мои вложения и позволяет накапливать эту или другую уже монету на больших коррекциях. По Fibonacci обычно на уровнях 1.78 и 1.88. Таким образом, на протяжении длительного времени эти 100 монет могут превратиться и в 500 монет, и в 1000. И самое главное, что при этом своих денег я вкладывал в них только один раз. Ну и конечно же, если я верю в долгосрочное будущее этой монеты, какую-то часть из них я оставляю практически навсегда. Например, часть биткоинов. Надеюсь, я понятно объяснил. Третья причина, почему криптовалютный рынок сегодня корректируется, это JP Morgan, который пытается разогнать волну паники. Аналитики этого банка говорят, что крипторалли уже выглядит чрезмерным. В своем отчете они говорят, что внутренняя аналитика привела их к убеждению, что запуск спотовых биткоин ETF в США станет большой победой для криптовалюты, особенно учитывая текущий конфликт с комиссией по ценным бумагам и биржам США. Запуск ETF, по их мнению, будет означать смягчение позиций SEC по отношению к криптовалюте в США, что достаточно позитивно. JP Morgan уточняет, что рост криптовалютного рынка, который мы наблюдали, спровоцирован ожиданием одобрения ETF. Крайние даты одобрения которых назначены на март 2024 года. Ну вот, например, ARK Invest назначен на 10 января 2024. И многие ожидают после принятия этих ETF огромного взрыва криптовалютного рынка. Но аналитики JP Morgan не верят в этот взрыв. Они говорят, что больше шансов на то, что деньги перетекут из существующих биткоин продуктов в новые ETF, чем в то, что в эти ETF потекут совершенно новые деньги, которые ранее никогда не были в криптовалюте. Банк JP Morgan говорит, что в Европе и Канаде, например, уже существуют спотовые биткоин ETF, но они не приобрели большой популярности среди инвесторов. Подведя итог сказанного, аналитики JP Morgan говорят, что запуск спотового биткоин ETF в США – это крутое событие, но оно приведет скорее к ротации существующих денег, например, из Grayscale Trust в биткоин ETF, чем к притоку новых. CoinGecko сообщает, что глобальные вложения в уже существующие спотовые биткоины ETF в Европе и Канаде достигли 4,16 миллиарда долларов. Половина из этой суммы была инвестирована в спотовые биткоины ETF в Канаде. Сумма вроде немаленькая, но она накопилась аж с 2021 года. За 3 года всего лишь 4 миллиарда. Ко всем этим спотовым биткоин ETF присоединяется и новая платформа от чикагской биржи CBOE, которая запускает маржинальную торговлю фьючерсами на биткоин и криптовалюту. CBOE Digital станет первой регулируемой в США криптовалютной платформой, которая обеспечит и спотовую торговлю деривативами, и торговлю с кредитным плечом на единой платформе. Здесь очень интересно отметить тайминг. Запустить эту платформу они собираются 11 января 2024 года, сразу же после того, как будет принято или не принято решение по запуску спотового биткоина ETF от Arkinvest 10 января 2024 года. Удивительное совпадение, не так ли? Что еще удивительно? В 2017 году, когда рынок сходил с ума от бешеного роста, CME и CBOE решили запустить фьючерсы на биткоин. И многие тогда, например, Джон Маккафи, говорили, что это приведет биткоин к миллиону долларов. Джон даже поставил на это свое причинное место. И как мы видим, этого не случилось. Что случилось? Это то, что огромное количество людей с помощью этих фьючерсов просто взяли и зашортили биткоин. Также здесь написано, что похожую платформу CBOE запускали и для золота, перед тем, как был одобрен первый золотой спотовый ETF в США. Запуск первого золотого ETF является примером того, как спотовые ETF могут демократизировать активы, считает Дженнифер Мерфи, генеральный директор и основатель компании Runa Digital. Но давай посмотрим на то, что произошло после запуска спотового ETF для золота, первого в США, 18 ноября 2004 года. Золото тогда стоило 500 долларов и после запуска золотого спотового ETF, оно выросло до 1000 долларов приблизительно спустя 4 года. Но мне кажется, что биткоин сможет удвоиться в цене гораздо быстрее. В преддверии запуска ETF в США золото очень хорошо росло и выросло на 22%. Еще 11 дней после запуска по инерции цена двигалась вверх. Однако, совсем не так, как, возможно, ожидалось после запуска первого ETF. После этого нас ожидал вот такой обвал цены на 11%, который длился 65 дней. Далее цена восстановилась. И с тех пор золото больше никогда не стоило так дешево, как до запуска ETF. Иными словами, вот этот крах вот здесь, можно сказать, был исторической возможностью. Именно поэтому у себя в Телеграме вчера я написал, что может быть немного плохо перед тем, как должно стать хорошо. И если мы посмотрим на сравнение циклов 2014-2017 и 2021-2025, то увидим множество похожих вещей. И самое интересное, когда биткоин вырвался из этого треугольника, он неплохо вырос вот здесь. Но затем произошла коррекция. Тогда цена вернулась к этой линии, которая все это время была сопротивлением. Цена биткоина тогда упала на 42%. После чего эта линия превратилась в поддержку. И биткоин полетел к новым историческим пикам. Если этот цикл продолжит повторять, то можно будет ожидать чего-то похожего и здесь. Какой-то рост, коррекция к этой верхней линии, превращение в поддержку и уже потом рост вверх. Теперь поговорим о долгосрочном будущем биткоина и начнем с того, что его определяет. Это ликвидность. И это график рыночной капитализации всех стейблкоинов. Инструмента, который позволяет закачивать или выкачивать ликвидность из рынка и биткоина в том числе. И мы видим, что после года непрерывного оттока, новая ликвидность начинает возвращаться в криптовалюту. Это очень хорошо, но если посмотреть на глобальный график, мы увидим, что рост настолько миниатюрный, что разворот этой диаграммы вот здесь едва виден, хотя все же заметен. Судя по тому, что здесь диаграмма начинает разворачиваться в сторону повышения, ликвидность действительно потекла в рынок. Но глобально это просто капелька. С одной стороны это плохо, а с другой это показывает потенциал рынка. И то, насколько инвесторы в него ранние. У нас еще полно места для профита в будущем. Вон сколько. Просто представь себе, что будет с биткоином, когда в него польется хотя бы столько же ликвидности, сколько было вот здесь в 2021 году. Если ему хватило вот этого маленького хвостика для того, чтобы вырасти в два раза. Именно поэтому я согласен с тем, что любая просадка до халвинга может считаться просто подарком судьбы. И я буду очень ей радоваться. Если биткоин упадет на 40%, я обязательно снова куплю его. И, кстати говоря, до халвинга осталось 158 дней. Это еженедельный отчет про оттоки или потоки капиталов в криптопродукты от инвестфондов в цифровые активы. Из отчета мы видим, что за неделю чистый приток капитала составил 293 миллиона долларов. С начала года чистый поток оценивается в 1,14 миллиарда долларов. Что делает 2023 год третьим по размеру притока капиталов криптовалюты в истории наблюдений. Если рассматривать по активам, за неделю в биткоин зашло 240 миллионов долларов, в эфириум 49 миллионов долларов, в салану 12,4 миллиона долларов и в кардана 0,8 миллиона долларов. При этом из лайткоина и XRP, как мы видим, деньги за эту неделю выводили. И теперь я хочу поговорить про Ripple XRP. Ведь сегодня ночью произошли очень интересные события. Ripple XRP внезапно подскочил и вскоре после этого так же быстро и сильно упал. Что же произошло? Сегодня утром мы проснулись под слухи, что BlackRock только что зарегистрировала XRP Trust в Делавере, готовясь к подаче заявки на запуск спотового XRP ETF. Цена XRP после этого взлетела практически на 10%. Что примечательно, за ростом XRP последовал и Stellar XLM. И это привело к распространению слухов о том, что и для этой криптовалюты BlackRock что-то готовит. Однако позже оказалось, что эти новости неправдивы. Представитель BlackRock подтвердил, что компания не подавала заявку на создание спотового XRP ETF. На этом фоне XRP растерял весь утренний рост. Ситуация крайне похожа на ту, которую создал CoinTelegraph, когда опубликовал непроверенную информацию про одобрение SEC запуска спотового Bitcoin ETF, из-за чего Bitcoin тогда взлетел, а после обвалился, когда стало известно, что это фейки. Однако, как ты знаешь, после этого обвала он не только восстановился, но и добился нового пика в этом году в 38 тысяч долларов. Возможно, XRP повторит и этот сценарий, который затем разыграл Bitcoin, восстановится после этого фейка и улетит еще выше. Один из трейдеров тоже заметил это повторение и написал «Просто еще один фейк от CoinTelegraph. Да начнется памп альткоинов». И давай поговорим про альткоины. Рыночная капитализация альткоинов вышла за пределы вот этого основного сопротивления, которое тянулось с апреля этого года. Как ты видишь, мы его пробили. Наконец-таки. Мы пытались его пробить вот здесь, но неудачно, что привело к падению капитализации альткоинов. Теперь мы должны увидеть падение капитализации альткоинов обратно к этому боксу, чтобы протестировать его на предмет поддержки. И если нам удастся превратить эту линию в поддержку, рост капитализации альткоинов возобновится. И после этого может вырасти еще на 14%. Какие же альткоины я рассматриваю для покупки сейчас? Вот теперь я должен еще один раз подчеркнуть, что это не финансовый совет, и я не покупаю эти альткоины на длинную дистанцию. Как только они дадут x2, я продаю сразу же половину, возвращая свои вложения. Затем еще половину при следующем удвоении цены. Таким образом, с каждым ростом цены в два раза я забираю свои изначально вложенные деньги. Очень важно понимать, что многие из этих монет обязательно соскамятся. Я прямо уверен в этом. Но поспекулировать на них можно. И первый такой токен – это Render Token. Почему я обратил свое внимание на него? Потому что сегодня стало известно, что инвестиционный фонд Grayscale и FTSC, дочерняя компания лондонской фондовой биржи, заключает партнерское соглашение. Вместе они намерены запустить 5 фондов для различных секторов криптовалюты. И одним из таких является индекс криптосектора под названием FTSC Grayscale Utilities and Services CryptoSector Index. И именно в этом индексе будет токен Render. При этом Ротерс сообщает, что комиссия по ценным бумагам и биржам США SEC попыталась предотвратить запуск этих индексов. Однако Федеральный апелляционный суд постановил, что регулятор был неправ, отклонив заявку компании. Комиссия заявила о том, что не планирует подавать апелляцию. Так что законность этих индексов больше не должна вызывать сомнений. Если мы перейдем на сайт Grayscale фонда и найдем страницу, посвященную этому новому индексу, то сможем найти инфографику из криптовалют, которые его составляют или будут составлять. И мы видим, что 26% индекса составляет Chainlink, 8% Filecoin, затем Lido, Quant, VeChain, Graph и, наконец, тот самый Render. Иными словами, дочерняя компания лондонской биржи и Grayscale запускают индекс, который включает в себя рендер и другие криптовалюты. Что это значит? Это значит, что они должны их купить. Именно поэтому я и обратил свое внимание на рендер, да и на другие криптовалюты из этого списка. Далее я хочу разделить покупки на две части. Первая называется «Поиски голки в стоге сена», то есть того альткоина, который сможет повторить рост Соланы. А вторая называется «Купить сам стог сена». В первой части мы попробуем найти, как говорится, вторую Солану, второй полигон, второй Chainlink и так далее. Конечно, это все не финансовые советы, а просто спекуляция. Но напиши в комментариях, что ты думаешь по этому поводу и какие монеты ты накапливаешь. Но начнем с Соланы. У Grayscale есть трастовый фонд Сол, где инвесторы могут приобретать акции G-Сол. Это информация от 11 ноября. Акция G-Сол стоит 0,38 актуальной Сол на рынке. Каждая акция G-Сол торгуется за 200 долларов. Таким образом, трастовый фонд Солана торговался по цене в 531 доллар. Наценка составляла более 1000% от спотового рынка. Но на данный момент, спустя 3 дня, инвесторы Grayscale покупают G-Сол за 150 долларов. Или же 394 доллара за Солану. То есть с наценкой 869%. Итого, за 3 дня спрос клиентов Grayscale на G-Сол несколько снизился, но все равно остается сумасшедшим. Однако рекомендую тебе обратить внимание на количество G-Сол под управлением Grayscale. Там всего лишь 6 178 286 долларов. Это как щиткоин какой-нибудь с очень маленькой капитализацией. И именно поэтому его курсом двигать очень легко. И именно поэтому это не гарантирует, что реальная Солана в ближайшее время вырастет до 150 или 202 долларов. Но мне кажется, что в будущем это вполне достижимая цель для Соланы на Большом Булране. Также стоит отметить активность инфлюенсеров. Весь YouTube пестрит заголовками. Пора покупать Солану. Солана скоро 2000 долларов. Последний шанс купить Солану. Не люблю покупать активы, которые тонут в таком фома. Что я делаю со своими Сол? Я зафиксировал 50% позиций на каждом удвоении цены. Остальное оставляю на то время, когда Солана реально будет стоить и 200 долларов, и даже 2000. А вдруг? Учитывая опыт прошлого цикла, инвесторы, пропустившие рост Соланы, сразу же присматривались к токенам ее экосистемы. И мы видим, что многие из них уже хорошо выросли за последние 7 дней. Если ты был на Булране криптовалюты в 2021 году, когда все криптовалюты первого уровня L1 взрывались, ты наверняка заметил, что главными альтернативными L1, кроме эфириума, была Солана, Луна до своего краха, Аваланч и другие. И как только Солана в то время взрывалась, люди, не успевшие на поезд, вкладывали свои деньги в альтернативы. Аваланч, Терра Луна, даже Фантом и Полигон. Этот раз не исключение, потому что это ралли подпитывается толпой из твиттера, которая любит DeFi. То есть децентрализованные биржи в том числе. Они берут и льют свою ликвидность сначала в Солану, затем в экосистему Соланы, затем фиксируют прибыли и идут в альтернативы. Аваланч, Полигон, Фантом, Арбитром. После этого они идут уже в их экосистемы и инвестируют в токены их экосистем. Так и течет ликвидность из одного сектора в другой. Почему не течет, например, в Карданы или в XRP? Потому что это DeFi-толпа. Она торгует Unchain на DEX, подключаясь к DEX прямо со своего кошелька, без необходимости пользоваться централизованной биржей. Человек, у которого есть Метамаск, ему просто-напросто гораздо сложнее пользоваться этой централизованной биржей, когда он может просто подключить свой Метамаск к DEX и торговать чем угодно. Давай посмотрим что-то перспективное в экосистеме Аваланча. Нас интересуют монеты с достаточно большим значением TVL, а также те, которые поддерживают только один блокчейн Аваланча в идеале. Ну, можно от одного до четырех максимум. Все эти данные можно смотреть на DeFi Lama. И самый очевидный вариант здесь, это, конечно же, Бенки Протокол. Это лендинговый протокол, эксклюзивно созданный для Аваланч. И я думаю, что если Аваланч начнет взрывной рост, эта монетка тоже может хорошо вырасти. Еще одна монета на Аваланче, это Трейдер Джо. Это уже родная монета децентрализованной биржи на Аваланче. Именно здесь торгуется каждый токен, который базируется на блокчейне Аваланча. Поэтому с ростом Аваланча и Джо будет расти. Далее мы говорили о том, что в 2021 году с Соланы ликвидность перетекала также и в полигон. И похоже, что оптимизм это следующий полигон. Потому что бывший президент полигон ЛАПС Райан Вят присоединяется к оптимизму в качестве директора по развитию проекта. Этот человек уже приложил руку к тому, чтобы сделать полигон таким успешным. Теперь он будет работать над развитием оптимизма. В качестве директора по развитию Вят будет отвечать за расширение экосистемы оптимизма, сотрудничество с разработчиками, укрепление партнерских отношений и координацию с внешними участниками. Следующие монеты, которые мы сейчас будем рассматривать, связаны с децентрализованными биржами. Все знают Юнисвап, но сейчас я покажу тебе то, что называется следующим Юнисвапом. Начнем с того, что совокупные комиссии Юнисвап за месяц превысили 1 миллион долларов. Дело в том, что компания как раз таки в середине октября ввела комиссию в размере 0,15%, которая применяется к транзакциям и через веб-интерфейс, и через приложение кошелек. И судя по такому размеру комиссий, Юнисвап действительно пользуется спросом. Но вот что интересно, Торчейн только что обогнал децентрализованные биржи Трейдер Джо и Пэнкейк Свап. Кстати, это тот самый Джон Аваланча, о котором мы только что говорили. Теперь Торчейн становится вторым Дексом после Юнисвапа, поэтому Торчейн выглядит весьма перспективно. Кардана. За последний месяц крупные игроки накопили кардана на 1,8 миллиарда долларов. В основном накапливали в диапазоне от 25 до 27 центов. Но кардана уже подросла, хоть и на глобальном графике все равно выглядит перспективно. Тем не менее, вместо нее или вместе с ней можно рассмотреть такую альтернативу, как Пульс Чейн, которому всего 6 месяцев. Он набрал 399 тысяч активных кошельков, 200 миллионов долларов золоченной стоимости, 50 тысяч валидаторов, 15 тысяч дневных активных пользователей, 200 DeFi приложений. И, наконец, почти 3% предложения было выкуплено и сожжено. У Пульс Чейна есть возможность стать новой кардана. Также еще одной альтернативой для кардана является НИАР протокол. Немногие люди знают о нем. НИАР в свое время был альтернативным L1 проектом, но сейчас уже входит в лигу L2 криптовалют, то есть криптовалют второго уровня. НИА Фаундейшн заключила сотрудничество со стартапом IGN Labs, разрабатывающим протокол рестейкинга. Согласно заявлению, сотрудничество направлено на создание более дешевых транзакций для эфириум-роллапов. Это приведет к тому, что транзакции будут происходить в течение 3-4 секунд при использовании кросс-роллап взаимодействия с малой задержкой. Кроме того, будет снижена фрагментация ликвидности между криптовалютами второго уровня. Также технически НИАР выглядит так, как будто отстает от основных альткоинов и только собирается следовать за ними. Просто сравни вот этот график с графиком Соланы. НИАР находится где-то вот здесь. Он еще не вырос, как Солана. Одним из самых известных альткоинов в сфере криптоказино и других криптоазартных игр является Роллбит, который даже криптовалютные ставки предлагает. Но он уже подрос. Причем очень-очень даже неплохо. Кажется, он дал около 200 иксов, если я не ошибаюсь. Какой альткоин может стать следующим Роллбитом? На этом сайте я нашел способ увидеть всех конкурентов Роллбита. Ну, в принципе, можно найти конкурентов других криптовалют, по твоему желанию. Среди них я нашел АПИКС ТОКЕН, который занимается, в принципе, тем же, чем и Роллбит. С одной лишь разницей. У АПИКС ТОКена, как ты видишь, еще не было взрывных ростов. Еще раз посмотри на график Соланы. Она начала свой рост после того, как пробила вот это сопротивление, которое тянулось с июня 2022 года. Она его пробила, закрепилась выше и после этого стрельнула вверх. Многие альткоины уже повторили этот сценарий вслед за Соланой. Поэтому я просто ищу монеты, которые еще этого не сделали. Например, эта монетка. Она как будто бы следует за Соланой, но с задержкой. Но при этом уже успела пробить эту длительную линию сопротивления и, кажется, даже пытается закрепиться над ней. Если она закрепится, скорее всего, она повторит вот этот рост Соланы. Еще одна такая монетка, например, СОЛВЕ КЕА. Но она еще не пробила эту линию сопротивления и не закрепилась выше нее. Что я собираюсь делать с этими монетами? Ну точно на длинные дистанции держать их не буду. Я вкладываю в такие монеты 2% своего депозита. Например, у тебя есть 2000 долларов. 2% от них это 40 долларов. Для наглядности я даже создал отдельный портфель, чисто для примера. Как раз на 2000 долларов 2% от такого депозита это 40 долларов. Я нахожу 50 подобных монет и вкладываю в каждую из них 40 долларов. Сразу после этого ставлю ордера на продажу лесенкой. Продаю 50% на каждом удвоении цены, тем самым возвращая свои деньги. Какую-то часть монет оставляю на очень длинную дистанцию на случай, если какая-то из этих монет станет новым сэндбоксом. Который свое время дал мне 200 иксов, когда я купил его за 4 цента. Во были времена. Это та самая вторая часть, когда мы не будем искать иголку в стоге сена. Мы просто купим весь этот чертов сток. А покупать будем на биржах BuyBit, AkexKuCoin и возможно Gate.io. Все обновления по этому портфелю я буду публиковать в телеграм-канале. Ссылка в описании. Ну и конечно иногда буду об этом говорить на ютубе. Но на этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»